Давайте более подробно посмотрим на то, как ведет себя стэк вызовов при вызове функции. Рассмотрим следующий пример. У нас есть функция main, в которой вызывается функция foo от трех параметров. Слева нарисован стэк и также отмечено значение двух счетчиков. Первый счетчик указывает на вершинку стэка, стэк-поинтер. Второй счетчик указывает на начало данных, которые соответствуют текущей функции. В тот момент, когда мы еще не вызвали функцию foo, этот счетчик указывает на начало данных функций main. Текущая функция — это функция main. Когда мы начинаем вызывать функцию foo, первым делом мы складываем на стэк аргументы этой функции. Причем складываем их в обратном порядке. То есть если в коде аргументы идут x, y и false, то на стэке они будут лежать наоборот. Сначала будет лежать false, потом y, потом x. Следующим шагом мы складываем на стэк адрес возврата. Это instruction pointer в момент вызова. Это регистры процессора. То есть некоторое состояние, которое потребуется нам, чтобы восстановить работу, когда мы вернемся из функции. И мы также выделяем некоторое место, куда будет записано возвращаемое значение. То есть когда функция закончит свою работу, ей надо будет куда-то записать свое значение. И под это возвращаемое значение выделяется специальное место на стэке. После этого управление передается непосредственно функции foo. В этот момент счетчик, который соответствует началу данных текущей функции, перемещается. До этого он указывал на данные соответствующей функции main. Теперь он указывает в начало данных функции foo. Данный счетчик используется для того, чтобы адресовать локальные переменные. Соответственно, локальные переменные адресуются относительно счетчика frame pointer вниз по стэку. А аргументы функции адресуются в обратную сторону. То есть функции известны суммарный размер вот этих трех ячеек. И она знает, что вот в этом месте начинаются аргументы функции. Соответственно, если сдвинуться относительно frame pointer наверх на вот это расстояние z, то после этого начнутся аргументы функции. Такой подход позволяет реализовывать функции, у которых может быть переменное число параметров. Тогда первый параметр всегда будет иметь одно и то же смещение относительно frame pointer. Далее мы переходим к выполнению функции foo. И для того, чтобы выполнить первую строчку, нужно вычислить некоторые сложные выражения. Здесь происходит перемножение трех чисел. Предположим, что действительно компилятор сначала посчитает произведение a на b, а потом умножит это на 2 и 7. В тот момент, когда он посчитает произведение a на b, он положит это временное значение на стек. Далее будет вычислено все значение d и записано, соответственно, значение, которое соответствует d. Это будет 5,42. Ну и вычислиться значение h. Здесь используются условные выражения. Так как в качестве c мы передали false, то вычислиться d поделить пополам, а d у нас 5,42. Соответственно, округляя вниз, получаем двойку. Теперь мы подошли к моменту возврата значения. В этот момент мы уже знаем, какое значение мы хотим вернуть, и оно просто записывается в то место, которое было зарезервировано для возвращаемого значения. На этот момент функция выполнила все, что хотела сделать и завершает свое выполнение. Соответственно, когда она завершает свое выполнение, мы возвращаемся в предыдущую функцию, то есть мы вытаскиваем содержимое регистров и восстанавливаем instruction pointer, frame pointer. И получается, что мы снова находимся в функции main. Про данные функции fu в этот момент уже забыли. Функция main восстанавливается после вызова функции fu. Для этого она записывает значение, которое вернулось из функции fu, в переменную x. То есть, так как возвращаемое значение используется в дальнейшем, то мы сначала изменяем переменную x и потом просто избавляемся от всех дополнительных данных, которые нам требовались только для того, чтобы вызвать функцию fu. Таким образом, после окончания вызова функции fu, перед выполнением строчки, в которой переменная x выводится, мы снова вернулись к начальному состоянию. То есть все данные, которые нам потребовались для вызова функции fu, они уже отброшены. И формально эта часть, которая использовалась для вызова функции fu, она свободна. Таким образом.